Привет, это вопросительный знак. Цикл вопросов о музыке закончился, и теперь мы переходим к новому вопросу. Если бы у вас была машина времени, то куда бы вы отправились и почему? Давайте узнаем у прохожих. Ребята, если бы у вас была машина времени, вы бы куда отправились? Назад. Куда-нибудь? А какой-нибудь век? Век. Ну, ей год, наверное, 1980-70-е годы. Почему? Прикольно. В Америку еще. Я бы в будущее. Это интереснее. Насколько в будущее? Насколько вперед? Ну, лет на 30-40. Спасибо большое. Всего доброго. Здравствуйте. Если бы у вас была машина времени, вы бы куда отправились? Наверное, на 6 сентября этого года. Хорошо. Не знаю, я бы тоже. 6 сентября. Спасибо. Здравствуйте. Если бы у вас была машина времени, куда бы вы отправились? В будущее. На сколько лет? Я бы взял, короче, журнал, футбол, да? Как там? Да, я бы взял. Любой бы журнал для футбола, узнал бы прогноз побед, вообще. Этот журнал оправился в будущее, дал бы самому себе этот журнал. И все, я миллионер. Миллионер. Я бы ставил деньги, я продал деньги. Я продал деньги. Я бы отправилась в прошлое и исправила бы свои ошибки. Зачем тебе это? То было, то было. Правда, тебе ничего не поможет. Спасибо. Нет, это еще не все. Что бы вы сделали? Дайте мне машину. Ладно, пусть говорят. Я бы, знаете, что-то делал. Я бы, короче, инновации какие-нибудь взял бы с собой и обратно в будущее и себе подарил бы. Или это, участки земли купить по дешевке. И в будущем, короче, с документами взять. И толкать, толкать во всю. Все, полные бабки, е-мое. Все. Спасибо. Вы бы на меня выбрали. Спасибо. Я бы обратно в прошлое вернул, чтобы мне еще раз сказать спасибо. Спасибо. Привет. Здравствуйте. Если бы у вас была машина времени, вы бы куда отправились? О-о-о. Куда я попираюсь? В принципе... В прошлое вернулось. Нет, я в прошлое не хочу. Почему? В будущее? Скорее всего, в будущее. А на сколько лет вперед? Не меньше десяти лет. Не могу умереть, да? Вот. Да, десять лет вперед, да, хотела бы я увидеть, что там, как будет. Вот то, что вот у меня в планах, да, я все это хотела бы увидеть. А назад, нет, назад уже пройден этап, как бы, а что там назад возвращаться? А вы бы? Не знаю, тоже. Думаю, в прошлое, чтобы как бы исправить ошибки, в прошлое. Вперед, в будущее. Ваши на время, ну, я не знаю, в детстве, наверное, я свое отправилась бы в детство. А вы? Я бы отправился во времена вестернов в Америку. В прошлое, ну, в прошлое или в будущее? Ну, в будущее. А через сколько лет вперед? А, лет на сто. Ну, я, скорее всего, в прошлое, в прошлое, да? На сколько лет? Ну, я знаю. На лет восемь, наверное. Просто был там момент, что хотелось бы исправить, но у него невозможно. В прошлое, в прошлое, в прошлое, в прошлое, в прошлое, в прошлое, в прошлое. А на сколько лет назад? На месяц. А вейт? На неделе. Не, на две. На две недели. Не знаю, наверное, скорее всего, в будущее. Посмотреть, что будет в будущем. А на сколько тогда лет вперед? Ну, лет на десять вперед хотя бы. Наверное, бы никуда. Никуда? Ну, если в будущее, тогда это неинтересно было бы. А так, если только в прошлое, в детство. Чтобы еще раз порадоваться детству? И порадоваться детству, и, может быть, вернуть что-то по-другому, иначе жить. Спасибо большое. На фоне этой инсталляции, которую я условно окрестила машиной времени, я завершаю этот выпуск вопросительного знака. До новых встреч. С вами была Ася, специально для Гонзо Кейзет. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...